Приветствую вас! Ну, во-первых, давайте так. Если убрать все раздражающие факторы, которые вам не нравятся в вашем муде, значит, как бы вы охарактеризовали свое отношение к нему, я имею ввиду, к вашему муде. Дело в том, что если вы своего мудя, в принципе, любите, если вы своим мудем, в принципе, дорожите и, в принципе, он вам нравится, в принципе, он симпатичен, там, и так далее, и так далее, то в таком случае вам нужно подумать о том, как можно было бы исключить, как можно было бы исключить вот эти вот самые раздражающие факторы. То есть, как сделать так, чтобы вы не ставили себя в ситуацию, когда бы вас раздражало то, то, что, вот, делает, например, ваш муж, допустим. Ну, вот, не верю, не верю, не верю, человек, человек, свои обещали. Ну, не может он их сгрязать. Это бывает. Это нормально. Это, естественно, для того, кто достаточно слаб, для того, кто не может, значит, описать свои слова и так далее. И вы либо не ставите его в такую ситуацию, в такое положение, в такие обстоятельства, либо вы стремитесь его научить тому, что свои обещания нужно выполнять, поощряя его, стимулируя его к тому, чтобы он это делал, либо вы просто-напросто берете и понимаете, что мужчина вам не подходит по ценностям, да, по позиционированию в паре, в семье и так далее. Вы просто от него уходитесь. И в таком случае нужно подумать, что вас удерживает, и что удерживает вас от ухода от него, если он вам не нравится, если он вас не выстраивает. И параллельно с этим постараетесь подумать на причины того, что вас раздражает. Не слишком ли вы много переносите на него ответственность, ну, например, за себя? Не слишком ли вы много переносите ответственности на него? Потому что, может быть, вы на своего мужчину слишком много наваливаете. Он с этим не справляется и из-за этого вам врет. Нужно еще, как правильно сказала коллега, разобраться с причиной вот этого самого вранья. Почему он врет. А уже потом, когда вы будете знать причины, вы выработаете свое отношение к этому. Наоборот, делать нельзя. Потому что мы сперва видим действие человека, но мы не видим его намерений, мы не видим его мотивов, мы не видим того, чего он хотел бы сделать. А это, к сожалению, очень важно. И это упускается из виду. И из-за этого, из-за этого, возникает проблема. Вот такая проблема, как у вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!